Привет! Сегодня я расскажу, почему использование автотюна иногда бывает не только вредным, но и опасным. Для начала немного теории. При процедуре автотюна вы отклоняете стики, давая команды полетному контроллеру отклонять самолет на нужный градус с максимальной угловой скоростью. Полетный контроллер постепенно увеличивает величину π и анализирует, насколько изменилась угловая скорость выполняемого поворота. Если она превышает расчетную, то автопилот понижает π, а если нет, то повышает. Но вот остальные параметры d и i он высчитывает по формуле. Я покопался в коде и накидал в Excel такую таблицу, чтобы можно было наглядно вам показать. То есть, если автопилот подобрал значение p по питчу, допустим 0.9, значит i будет 0.75 при autotune level равном 6. Стендартное значение. Напомню, что изначально сразу после прошивки i равняется 0.3. Следовательно, сразу после автотюна i будет в 2.5 раза меньше. Как это может проявиться? В полете, пожалуй, это сильно незаметно. Но вот при запуске это может быть просто катастрофично. Вот как это выглядит. Внимание на видео. Сразу после броска самолет очень просаживается по высоте. Вы можете валить это на что угодно. На слабую винтомоторную группу, выкос, руки. Но я теперь точно знаю, что низкая i. Как это я узнал? Да элементарно. Я просто выставил i руками 0.3. И самолет сразу после броска начал нормально набирать высоту. Никакие миксы, тримы, выкосы, ничего не менялось. Только увеличил i. Напомню, что у меня еще настроен микс на набор высоты на тумблере. Если в режиме стабилизации самолет хоть как-то взлетал, если позволяло местность или наличие встречного ветра, то тейков не работал вообще. От слова никак. Но после увеличения i, тейков заработал как надо. Такая вот информация к размышлению. Для себя я решил следующее. Если использовать автотюн, то только для нахождения P. В идеале по логам после полета. Дальше восстанавливаю значение i на стандартное. И далее ручной тюнинг D. Если видео было полезно, ставь лайк этому видео, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И конечно же подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok